Сегодня я хочу тебе показать применение лоу-кика в уличной драке. Многие говорят, что ногами на улице никто не бьет и это бесполезно, но я с этим не совсем согласен. Эффективно все, что делается правильно и в нужное время. Думаю, многие видели нокауты ногами на улице, но также видели, когда ноги хватали и бросали на землю. Поэтому все нужно делать с умом. Поехали! Итак, чтобы применять лоу-кик на улице, прежде всего ты должен его уметь четко бить уже изначально по статичной цели. То есть это нужно наработать на мешке, хороший жесткий лоу-кик, наработать, например, на покрышках, да, во дворе цикают на трубой. Суть какая? То есть ты должен делать хлесткий и такой быстрый удар. На улице нельзя делать медленные какие-то удары, высокие, да, особенно голову часто бить. Если противник более-менее соображает или даже не соображает, он просто рефлекторно может схватить ногу и поводить на пол. Это нам не надо, особенно если противникам ногу. Вот это применение лоу-кика, которое я покажу, просто хлесткое, легкое. Тебе нужно немножко подсесть на опорной ноге и нарабатывать его стенью просто в пыль. Ты подсаживаешься и бьешь правый лоу-кик, как будто представляешь перед собой футбольный мяч. И делаешь такую удару, просто как по футбольному бежу. И левой, и правой ногой, левой ножкой бьем в стаду с места, с передними, правой бьем в стаду с места. Суть какая? Применение на улице. То есть противники, ботники назовем, да, кастры, никто не ожидает лоу-кика на улице. Очень мало кто действительно понимает, что такое лоу-кик и знает, как от него защищаться. Поэтому обычно ручки опущены, да, твоя задача просто держать дистанцию. И с этой дистанции обрабатывать передвину, то есть в основном это левая нога. Левый лоб-кика выбьем по внутренней части ноги, правый по мышечке. Куда старайся наносить перцовой костью? Не с такой, а именно костью. На улице ты обнутый, у тебя может быть тяжелые кроссовки какие-то, да, или там такая ботинки какие-то, осень-зима. То есть такие удары будут особенно болезненные, если в боке там садить ногу. То есть и твоя задача, как наработка, это стараться держать дистанцию, разбивая передвину. То есть по чуть-чуть двигаясь, противник стоит и просто отбиваешь ножки. То есть работаешь, не даешь ему подходить. То есть вот, он бьет на вытянутую руку, он до нас не достанет левой рукой. То есть он старается левой рукой бить или правой махать. Если он махает правой, но дистанция ему не позволяет. Но эта дистанция позволяет мне отбивать ему передвину ногу. То есть он держит, я спокойно сюда выбрасываю, легко. Он бьет, я не сюда отрабатываю. Он бьет, я отрабатываю. И поверь мне, через 3-5 ударов он начнет бояться твоих ноги. То есть он реально их почувствует, начнет бояться. И первое, какое его будет действие, это отпускать ноги. То есть он начнет отбивать, прикрываться, начнет убирать ноги. Это 100%. Сразу начинают убирать ноги, стараться убрать их в сторону, не давать. И ты вот нарабатываешь этот момент. Просто работаешь, просто работаешь. Мы бьем лоу-кики выше коленок, бедро. Для того, чтобы разбить ногу, заставить ощутить боль. Чтобы нога отсохла немножко, ему трудно было двигаться. Но если мы начнем бить лоу-кики в нижнюю часть, ниже коленок, мы будем эту ногу выстегать. То есть все зависит от моей задачи. То есть сначала я хочу просушить просто. Затем я хочу заставить, чтобы он начал спотыкаться, там вывести его как-то из равновесия. Я ему просто буду выбивать ногу вот так. И туда, и туда. И когда я ему начну выбивать ногу, и буду видеть, что он начинает опускать руки, прикрываться от лоу-киков, я опять-таки могу применить убийственную комбинацию, которую я давал тебе во втором дни урока. То есть он идет на меня, мы работаем с дистанцией, разбиваем. Он начинает опускать руки, раз, два, три, и я встречаю чисто в открытую. Также второй вариант, очень хороший. Это опять-таки наш челнок и лоу-кик с подшагом. То есть на тазе, тазе лоу-кик с челночка. Противник стоит, мы стоим, он начинает свой удар. Я на челночке отпрыгаю и начинаю сокращать дистанцию с челноком, всаживая свои лоу-кик. Это очень мощный удар, и противника можно реально сразу подсушить. И работаем. Раз, бам. Очень жестко. И опять. Раз, бам. Этот удар можно применить сразу как первый, чтобы отбить ногу и взять дистанцию. Но также этот удар можно применить как второй после серии легких ударов по бедру. Например, мы работаем с дистанцией, я ему отбиваю ногу, раз, два, он уже опускает ручки. Начинает ножку тянуть, хромать немножко уже под храмы. И затем начинает поднимать ногу, потому что ему больно, он пытается как-то поднять. Когда я вижу этот момент, я просто со своего тайского шага, щелночка, делаю высекание. Например, раз, два, и вот он поднимает, хоп, и три. Все. Копник на земле. Я делаю один футбольный удар или просто разрываю. Также это высекание отлично работает, когда несколько, например, человек. То есть я могу его сделать первым ударом. То есть гопыла стоит, бьет, раз, и я отсюда же разрываю. Сразу щелночка. Чум! Делаю высекание. То есть этот лежит. Я ему даю второй удар. И второй, третий, сколько их там, я уже начинаю работать с ними с дистанцией. Так же самое я буду разбивать ломки. Если действительно есть угроза жизни, я вижу, что это какие-то алкаши, там полные неадекваты, я начну пробивать ломки не в бедро, а начну пробивать левые ломки между ног. Это сверхэффективно. Ну, конечно, не попацаняче, скажем так. Но эффективность иногда и собственное здоровье важнее каких-то понятий. Работа та же самая. Бросаю ломки к внешне и внутренний бью сразу между ног. Он будет убегать, дергаться. Когда я увижу, что он дергается, я добавлю комбинацию и здоровье не буду. Вот это очень важно тебе наработать. Для силы лоу-кика нарабатывай его на мешочке. Для чувства дистанции именно тактической схемы отрабатывай с противника. Главное на работу. Прежде чем применять лоу-кик, обязательно наработай его на боксерском мешке или с напарником на макиварах, подушках или любых других снарядках. Ты должен уметь бить лоу-кик быстро, сильно. Тогда он станет страшным оружием на улице. И главное, очень неожиданным для агрессора, который просто растеряется, не поняв, что происходит. Продолжение следует... Продолжение следует...